Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Бомбическое предложение. В Гримпис отреагировали на совет алтайского депутата тушить пожары бомбами. На борьбу с бедностью. 7 миллиардов – это не такие большие деньги, которые позволят сразу решить проблему. Как в край собрались поднимать уровень жизни. Когда ни пройти, ни проехать. Знаете, этот шлагбаум стоит уже лет 30 с чем-то. В Бийске начали бороться с незаконными шлагбаумами. В Гримпис рассмотрели предложение алтайского депутата тушить горящие сибирские леса бомбами. Напомним, Евгения Боровикова приводила в пример Швецию и Китай, где пожары тушили именно таким способом. Якобы при взрыве активно поклощается кислород, подавляя очаги горения. Эксперты Гримпис утверждают, что нет никаких доказательств эффективности использования бомб при тушении пожаров. Тушить пожары могут только люди, а не бомбы. Сейчас необходимо увеличить финансирование на пожаротушение. И вот это как раз могут сделать депутаты. Куксин уточнил, что на данный момент в Сибири тушат только 3,5% пожаров, а площадь, которая охвачена огнем, составляет около 3 миллионов гектаров. Кстати, на ситуацию с природными пожарами уже обратили внимание десятки представителей российского шоу-бизнеса. Не остался равнодушным даже известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо. В своем инстаграме он опубликовал пост, посвященный лесным пожарам в Сибири. Еще раз напомним, что на данный момент режим ЧС в связи с пожарами введен в Иркутской области, Красноярском крае, частично в Бурятии и Якутии. Абарнаульский зоопарк готов принять животных, пострадавших от лесных пожаров в Сибири. Об этом заявил его директор Сергей Писарев. Он назвал происходящее трагедией планетарного масштаба и отметил, что, возможно, восстановление экосистемы сибирской тайги займет не меньше нескольких сотен лет. Ведь даже оставшиеся в живых звери вряд ли сразу вернутся на пепелище. В то же время сам Писарев отметил, что по закону изымать диких животных из природы запрещено. Поэтому двери зоопарка открыты лишь для тех особей, что пострадали от огненной стихии. Я имел в виду, прежде всего, если это животные, которые пострадали, для того, чтобы их подлечить и зачем снова выпустить на волю. Такая возможность есть у зоопарка. Принять, допустим, 20-30 особей каких-то животных, для того, чтобы их поставить на ноги и затем снова выпустить на волю. Пока, по словам Писарева, таких предложений не было. В то же время леса в Восточной Сибири продолжают гореть. Четверть миллиарда рублей получит Алтайский край на борьбу с бедностью. Деньги поступят в бюджет региона уже в следующем году. Об этом накануне сообщил министр труда и социального развития Максим Топилин, который, напомним, является куратором нашего региона. В пилотный проект по борьбе с бедностью попали 13 регионов. Все они получат в следующем году 7 миллиардов рублей в рамках социального проекта. А в бюджет Алтайского края поступит 250 миллионов от этой суммы. Правда, министр труда Максим Топилин отметил, что 7 миллиардов не хватит, чтобы сразу решить проблему с уровнем жизни россиян. 7 миллиардов – это не такие большие деньги, которые позволят сразу решить эту проблему. Даже в экспериментальных регионах нет. Но задача заключается в том, чтобы отработать технологию. Мы никогда еще в России не реализовывали программы социальных контрактов в таком объеме, как это будет со следующего года. Участниками пилотного проекта стали многодетные и неполные семьи, которые имеют доход ниже величины прожиточного минимума. Сейчас в регионах уже формируются реестры семей с низкими заработными платами. В рамках социального контракта им будет оказана адресная помощь в трудоустройстве. Все синхронно. Коммунальщики согласовались с дорожными службами работы по реконструкции теплосетей и сетей водоотведения. Так что теперь новый асфальт на дорогах останется целым, так как работать решено одновременно. О том, когда летних пробок в городе станет меньше, в нашем сюжете. Большой ремонт в этом году в городе участки своих сетей перекладывают Сибирская генерирующая компания и Барнаульский водоканал. Все работы были заранее согласованы с мэрией. Не только для того, чтобы предупредить водителя о перекрытии важных транспортных артерий, но и чтобы сработать синхронно с дорожниками. При подготовке к ремонтной компании мы всегда со всеми нашими инженерными службами. Это не только СГК, это водоканал, это сетевые хозяйства, это газовики. То есть мы всех собираем, раздаем наши планы и получаем обратную связь о том, где планируется работа уже у собственников сети. Тем самым, как бы происходит синхронизация. Значит, не будут раскапывать уже уложенный асфальт, и автомобилистам не придется еще полгода ездить по щебню. Синхронно завершат работы по замене участка теплосетей на пересечении Ленина-Пионеров. По ремонту коллектора на участке Ленина-Чкалова и на улице Аванесова. Кстати, на последнем участке значительно сократить площадь открытых работ удалось за счет метода горизонтально направленного бурения. Если бы мы открыто раскопали, вы бы здесь увидели такую же ситуацию напряженную с коммуникациями, которые лежат параллельно поперек дороги и всяко-разных по диагонали. Поэтому работать было принято решение методом ГНВ. Кстати, работы на участке Ленина-Чкалова завершат 4 августа. А на новом рынке движение полностью откроют уже 3 августа. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. Власть Ибийска намерена бороться с теми, кто устанавливает во дворах шлагбаум, бетонные блоки и другие преграды, которые в случае ЧП могут помешать проезду спецтехники. Эту проблему обсудили на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом послужил недавний пожар в Кривой столице. Тогда сотрудники МЧС не смогли оперативно добраться до горящего дома. Спасателям пришлось вручную сдвигать автомобили жителей двора. И это далеко не единственный случай. К боевому расчету приходится объезжать кем-то созданные преграды, терять время. В ходе тушения происходящих в многоэтажных домах пожаров многие стали свидетелем того, что драгоценное время при следовании на пожар подчас тратится на проезд и расстановку техники в крайне сложных условиях. Есть застройки с очень узкими проездами, где наша техника не может проехать. И водительскому составу приходится совершать какие-то сложные маневры, искать объезды, чтобы прибыть на место. Большое количество личного транспорта также значительно осложняет работу. Сотрудники МЧС просят взять ситуацию на особый контроль. По их словам, необходимо тесно работать с управляющими компаниями и ТСЖ, чтобы те не допускали установки всевозможных преград. Кроме того, в ближайшее время в Бийске намерены провести разъяснительную работу с жителями и организовать профилактические рейды. Знаете, этот шлагбаум стоит уже лет 30 с чем-то. Когда вселились в 82-м году, здесь ездили в дом 10-ти подъездной с двух сторон. С той стороны у нас заезд, с этой стороны заезд, две дороги. У нас здесь мчались машины и КАМАЗы, трактора, что вообще невозможно было выйти. По дорогу делали в прошлом году, убрали и снова поставили, потому что невозможно. На машины мчаться невозможно. Здесь много детей. Для нас это очень даже хорошо. Ну а теперь к другой теме. В Барнауле появилась книга отзывов о Нагорном парке и Набережной Аби. Барнаульцы и гости города могут поделиться своими впечатлениями о парке, а также внести предложение по благоустройству территории. Где-то высадить деревья, установить архитектурные формы. Например, я и мой коллега Александр Антропов заметили, что на Набережной банально не хватает туалетов. Подробнее в сюжете. Сердце туристического кластера. Визитная карточка города. Многомиллионная и многими любимая набережная. Предполагалось, что одновременно на ней и в целом на Нагорном парке может находиться полторы тысячи человек. Только есть один щекотливый момент. Давайте представим, что сейчас поздний вечер. И куда пойдут эти полторы тысячи человек, если захотят справить нужду. На карте видим вдоль набережной три кабинки. Еще один туалет в Нагорном парке. Разбираемся. Здесь они платные по 20 рублей. Работают обычно до 10 часов вечера. Еще нету 9 часов, а этот туалет уже, например, закрыт. И, к счастью, телевидение пока еще не научилось передавать запахи миазмов. Состояние на минуточку платных туалетов вызывает вопросы. Например, зачем здесь раковина, если нет воды? И это не самое страшное. Не выкачивают. Редко выкачивают. Уже обеего туалета. Ну, соответственно, и запах. Да. Здорово вообще, сильный запах. Туалет в Нагорном парке, на удивление, оказался бесплатным. Уборная живет на пожертвования прихожан храма. График работы до 8 часов. И теперь главный вопрос. Где же почувствовать облегчение после 10 вечера? Ведь в это время, особенно летом, на набережной еще много людей. Уходили, наверное, ближе к воде или в кусты, или к камням, там как-то, не знаю. Мужчины могут ходить где, женщинам. Единственный вариант, вон там, в самом речном вокзале, туалет в пивнушке. Куда? Под столбом куда? Ну, или под дерево какое-нибудь. Ну, как вариант, а почему нет? Да? Это же естественно, надо быть человеком. Нельзя винить его за то, что человек дышит, например, да? Ему же надо куда-то в воде одевать. Почки работают, хорошо, значит, у человека. Мы обратились в администрацию города. Там вообще удивились, что в Нагорном парке не хватает туалетов. И добавили, за их состояние мэрия не в ответе. Места для кабинок сданы в аренду частному лицу. С одной стороны, проблемы вроде бы и нет. Если не считать, что в туристическом кластере по вечерам приходится ходить по нужде в кустике. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости и итоги дня подведем вместе в вечернем выпуске.